27 сентября в городском округе Люберцы стартовал отопительный сезон. Это стало главной темой встречи с председателями МКД. Сотрудники администрации и представители ресурсоснабжающих организаций проинформировали об этапах вхождения в осенне-зимний период. А жители округа, в свою очередь, задали экспертам интересующие вопросы. Тему продолжит наш корреспондент. Решение о старте отопительного сезона в городском округе Люберцы было принято на прошлой неделе. В первую очередь тепло появилось в социальных объектах. А уже с 1 октября началось постепенное подключение многоквартирных домов. Запуск отопления – процесс, требующий времени. Поэтому на первоначальном этапе у жителей всегда возникают вопросы. У нас есть школы, которые запитаны у жилых, привязаны к жилым домам, к жилому фонду. Это порядка 11 школ. Их дозапускаем и параллельно запускаем тепло в жилые дома. Поэтому вопрос синхронизации работы, утечки, протечки, завоздушивания и скорость реакции на те обращения, которые поступают от жителей, она, конечно, должна быть моментальной, не затягивая, не перекладывая. Уже подаются теплоносители, подаются на жилые дома. Пока в очень сидящем режиме. И, по большому счету, жители в основном этого замечать не будут. Единственное, что будет немножко подсушиваться квартиры после сырности небольшой. Поэтому в данном случае мы идем по графику. Спасибо всем причастным. И отдельно Люберевской теплосети, хотелось бы отметить ее вклад в эту работу. Это основной поставщик тепла на территории городского округа Люберца. Еще одна важная тема, которую обсудили на встрече с председателями МКД – газовая безопасность. Вопрос, на котором заостряли особое внимание, допуск сотрудников газовой службы в квартиры. Сотрудники «Мособолгаз» ходят в сезонной фирменной одежде синего цвета, серной плечами, серной вставкой. Справа бейдж с фамилией сотрудника и с его должностью. Слева фирменный логотип. На правой руке шеврон. Там написано «Мособолгаз» и какой филиал. Жителям Люберец напомнили, что ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами возлагается на собственников жилья. При утечке необходимо срочно перекрыть газовый кран, открыть окна и позвонить в службу 112. Уиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.